У меня есть еще буквально 5 минут, чтобы сделать прическу, потому что у нас сегодня будет 4 пары, и ходить 7 часов на учебе с растущными волосами, но это не очень удобно, поэтому я решила сегодня пойти с хвостиком. Также показываю вам мой лук. Под низ у меня просто такая рубашка из Зары, очень приятная такая к телу. Здесь жилеточка и вот эти штаны суперудобные, что-то забыла про них, решила сегодня как раз-таки пойти именно в них. Добавила чуть румян. Добавила чуть румяну, чтобы быть свежее, не знаю, помогло или нет. Вот такая вот установочка. Делаем лабораторную работу. Ой, она, кстати, нагревается, оттуда жар идет. Нам сказали, если мы нажмем на эту кнопку, то все нагреется и взорвется. Какие дела, ребята. Вот такой вот небольшой туманчик. На улице очень морозно так. Наверное, минус, ну или ноль где-то. Я, конечно, очень привлекательно выгляжу в этом капюшончике. Мы сейчас идем... У нас очень большая перемена. Я бы сказала, очень большая. Поэтому мы идем кушать на Белый рынок. Вот, я там последний раз была, наверное, в марте. Вот, поэтому захотелось. Мы пришли покушать. И идем теперь на заказ. Я взяла открытый гироскорицей. Посмотрим, что такое. У нас такая вот сучка. У нас такая вот сучка. Я уже, кстати, вернулась домой с универа. Я сейчас снова вылетаю. Я не знаю, сумка сама, наверное, не очень подходит. Но да ладно. Просто у меня вообще нет с собой вещей. И брать с собой больше сумку я не вижу смысла. Так вот, я еду снимать свои ногти. Вот. И жду комментариев. Типа, у тебя опять не будет гей-лака. На самом деле, на это есть свои причины. И просто надоело. Поэтому как-то так. Смотрите, ребята, в каком ужасном состоянии. Мои ногти после гей-лака. Но, в принципе, я это знала. Вот. И, как я сказала, я пришла к этому решению отказаться от него. По крайней мере, на долго. Я думаю, ну, на полгода, на год. Не знаю, честно, как пойдет. Но не вижу в нем смысла. Я рада, что я это сделала. И, блин, мне очень коротко сделали. Очень долго делали. Я пошла не к тому мастеру, у которого я была до этого. И как-то... Ну, не то, что мне очень понравилось. Но как-то все равно было не так. Время сейчас полдесятого вечера. Я хочу дописать конспект по физике. Собственно, для этого я достала тетрадь. Кому интересно, сейчас вам немножко могу показать. Так. Это какой-то конспект. Да, начинаются здесь задачки. В принципе, я не сильно оформляю физику. Не знаю. Ну, как бы я не понимаю, как оформлять, если честно. То есть, у меня элементарно, мне кажется, все довольно-таки аккуратно. А дальше уже делаю десятое. Можно, конечно, делать красивые заголовки. Но мне вполне так все устраивает. Вот-вот. Это, кстати, последний конспект. Я его не оформляла. Просто черно-белым писала. Мне нужно его дописать в некоторых местах. Так что давайте за это возьмемся. Это, кстати, у меня новая страдь. Та полностью исписалась. Продолжение следует... В общем, всё, ребята, я уже готова, оделась, ну, немного накрасилась, сделала вот такую прическу сегодня, пробовала новый гель для укладки, мне понравилось, она очень хорошо собирает волосы. Надела сегодня вот эту вот футболку, точнее, кофту в полоску у Зара, а, да, думаю, может быть, какой-то кулон здесь надеть, может быть, думаю, всё равно. Ну, ну, короче, сейчас уже выезжаю на учебу, и сегодня, кстати, я проснулась чуть пораньше и решила засесть немножко за домашку, не сильно много успела сделать, но, тем не менее, всё равно что-то да получилось. И, кстати, у нас сейчас на улице идёт дождь, и вроде бы он уже должен скоро закончиться. Смотрите, как прекрасно, хотя бы выглянуло солнышко, ну, как, ну, было вообще очень сейро-гипо. В общем, сейчас я занималась в Теннисе, и ветер очень сильный. И, короче, я не знала, куда идти, потому что у меня сейчас перед манеристом, я пока иду в корпус посидеть, и я понимаю, что надо пяти часов, у меня с собой двух встречей не часов, я думаю, это не самое лучшее. Вот, хочу сходить в себе по цереку какой-нибудь, и схожу с девочкой, я с ним списалась, поэтому я сейчас подожду, у них закончится пара. Вон, кстати, наш корпус. Сейчас пока туда схожу, вот, перед тем, как пойти на английский. Сегодня я на все пары иду. Сначала буду английский, потом будет... забыла, а, спецглава математики. Ну, типа математика. Сейчас у нас перекус перед английским. Вот сидим, у нас такие лавочки есть. Вот, ну, тут много людей ходит, но, в принципе, нормально, и еще останется две пары. Опаздываю на пару, но, знаете, две минуты — это не опоздание, поэтому нормально, нормально. Я почему-то всегда в неделю учебы снимаю вид из этого окна, но, не знаю, мне кажется, прикольный вид, это как бы внутренний дворик здесь, не знаю, я даже не знаю, как сюда выйти. У нас сейчас идет английский, и я пошла на английский. Еще останется математика, и я домой, наконец-то. Я тоже жду, не дождусь. Завтра у меня, кстати, всего одна пара, так неохота идти, но это физика, поэтому... Поэтому никак, без вариантов. Давайте разберем мой рюкзак вместе со мной. Последний у нас был мат-анализ, и, если честно, я не поняла, что происходило на лекции, в плане того, что... Ну, это как бы мое типичное состояние, когда я не понимаю, что происходит на математике в университете, и это как бы нормально. Но нам просто давали презентацию, и, ну, примерно было так. То есть я в попыхах переписываю вот эти вот слайды, и ничего не понимаю. Я реально не понимала, что происходит, потому что я просто писала как будто тексты, то не все успевала писать. В общем, не знаю, мне не очень нравится такой формат работы, мне нравится, когда побольше комментируют. Да и в целом нам сказали, тема легкая, типа, все понятно. И я такая, это мне одно непонятно. Ну, как бы, не мне одно, я знаю точно. Но вообще, это проблема многих предметов, я бы сказала, всех, поэтому не будем на эту тему рассуждать. Я уже немножко отдохнула, и теперь готова с новыми силами включиться в деятельность. Я, кстати, забыла сказать, не знаю, я сейчас написала пост в своем телеграм-канале, то, что на эти выходные я уезжаю на концерт в другой город. Кстати, сниму для вас отдельный влог. Я решила, почему бы и нет, у меня, кстати, ресницы слиплись. Потому что я чуть не заснула, неважно. Так вот, я бы хотела снять отдельный влог, и по этому поводу я стараюсь, ну, в ближайшие дни постараюсь сделать все свои дела. И какие-то, там, по университету, домашнее здание, просто мои дела до выходных. Чтобы на выходных ничего не делать, потому что я буду не дома, я не смогу что-либо сделать. Так что какие-то такие дела. Сейчас я буду делать математику. Я не хочу сейчас включать камеру, хочу максимально сфокусироваться, сконцентрироваться. Надеюсь, вы мне поймете. Вернусь к вам, когда все закончу. Время у нас уже 7.30. И после этого, как я сделаю математику, пойду в баню. Ребята, смотрите, какая у меня большая посылка пришла. Сравните ты обзора с посылкой. Ребята, потом в следующих видео покажу подробнее обзор на эти наборы и что вообще я заказала. Продолжение следует... Ходила себе вниз за мороженкой. У меня, кстати, новый фаворит. Это Oreo. Здесь прям кусочки Oreo. Это очень вкусно. Ситуация такая. Здесь у меня картина по номерам, которую я так и не могу закончить. И, наверное, уже будете смеяться, потому что я его очень часто показываю. Но хочу сегодня, правда, много раскрасить. Время 11 с небольшим. И я до 12 точно лягу. Хотя бы минут 20-30 пораскрашиваю. Вот. И также я включу сериал «Сплетница». Очень давно его не смотрела. Наверное, последний раз как раз-таки недели две назад. Доброе утро. Время 9. У меня уже штука это сползает. Девять с чем-то утра. И 9.37, если быть точной. Я проснулась, уже помыла голову, умылась, там, заправила кровать целикой. В моей комнате все еще темно. Сегодня тоже пасмурно. Блин, когда же будет солнце нормальное? Потому что, ну, реально, особо солнца не было. Ну, просто было так. Чуть светло. Либо вообще вот так вот было весь день. Что я хочу делать? А здесь у меня водичка. Смотрите, я уже достала кружку новогоднюю. У меня есть точно такая же. Она у меня для того, чтобы там, ну, как бы, когда я крашу картину по номерам, тоже для воды. Но я как бы из нее не пью. Она старая, а это новая. Я сейчас буду продолжать то, что начала вчера с математикой. Доделаю эту работу. И потом хочу сделать домашнее дела, протереть пыль, пропылесосить перед учебой. Потому что у меня учеба сегодня днем. Не с утра. У меня будет всего одна пара, на которую я пойду, потому что на другую я не пойду. Так как я уже там все издала. Вообще у нас по-хорошему сегодня пара до семи, но как бы я на них не хожу, на все, потому что нам можно не ходить. Так вот, что мне еще нужно сделать? Ну, в общем, потом решим. Главное сейчас эти дела сделать и успеть их сделать. Но я думаю, я успею, потому что времени у меня много. Итак, я уже доделала все, что планировала по учебе на утро. И теперь я пошла убираться. Я думаю, вам это не сильно будет интересно. Кстати, за это время уже снова пришел снег. Опять все мокрое, и все растаяло, потому что на улице 1 градус. И он моментально падает, и моментально тает. И это там прям очень грязно, вот. Ну и так про мозгу, знаете, не очень приятная погода. И, кстати, да, я успела еще за это время высушить голову даже. Я целый человек, который приехал за пять минут до начала пары. И на ней опаздываю, потому что я преподавала корпуса. Я приехала в этот корпус. Оказывается, у нас все в другом корпусе. Но прикол в том, что до последнего не верила в это, потому что я пришла в кабинет, который здесь, на третьем этаже. Там написано преподавательская. Я думаю, странно, звоню подруге. У меня еще не звонится. Мы звоним друг другу, то в Телеграме, то в обычном. Короче, я не могу даже до нее дозвониться. Она в итоге говорит, у нас типа в том корпусе. Я думаю, блин, ну тут идти как бы не очень долго. Но минуты две я на это потрачу. Уже не пойду в гардероб. Вообще жесть, ребят, как можно вот так перепутать? Чтобы вы понимали, я смотрела расписание два раза. И два раза видела там не тот корпус. Все, я уже иду домой после очень сложной одной пары. Ну, собственно, физика как бы так, но одна пара как бы вообще лает. Сейчас я уже поеду домой. Не знаю, у меня как-то состояние реально сегодня не очень. Я надеюсь, я не заболеваю. Может, это реально с погодой связано, потому что очень сильные бури геомагнитные. Ну, у меня обычно на это очень такая реакция сильная идет. Прям хочется, знаете, лежать. Кстати, смотрите, кто меня встретил с университета. Мистер Теодор. Любимчик. Я, наконец-таки, закончила протерять пыль в своей комнате. Также взяла себе чай. И я еще хотела начать монтировать новое видео. А, кстати, мне распечатать кое-что нужно. Но это я сейчас сделаю прям пока буду принтер доставать. Короче, я совсем забыла про то, что я договорилась с ребятами с одними созвониться. Блин, так неохота идти, потому что там будет полтора часа этого созвона. Ну, если что, я параллельно буду делать математику. Время восемь вечера. Я уже замерзла. Все вопросики порешали. Все обсудили. Теперь я буду делать математику. Пыталась параллельно ее делать со звонами. Но поняла, что это вообще неудобно. Да и по отношению к людям. Да и в целом я ничего как бы не воспринимаю. Поэтому сейчас хочу повторить уже окончательно то, что мне нужно. Доделать, добить. И после этого хотела английский. Я не знаю, честно. Я хотела еще делать тренировку. Возможно, я просто делаю тренировку. И пойду просто отдыхать. Не знаю. Может быть, сделаю еще чуть-чуть английского. Хотя повторю слова. Потому что давно это не делала. И, возможно, текст прочитаю. Аудирование сделаю. Что-нибудь такое небольшое, необъемное. Я сегодня сама для себя нереальная мотивация. Доделала математику. Пойду тренироваться. Время у нас 8.43. И в целом у меня в комнате еще, вы можете заметить, довольно-таки темно. Я даже не стала все окна до конца открывать. Теперь буду вся с собой воду брать. Такая вот полезная привычка. Сделала такой себе легкий макияж. Потому что сейчас у меня будут съемочки. Что успела делать за это время? Доделать алгебру, математику. Ну, не важно. Она давно не называется уже алгебра. Я не знаю. Ну, в целом, если сказать, можно сказать математика. Вот. Я вам сняла целый тему лапса на 47 минут. Я просто не заметила, как я включила видео. И забыла его выключить. И решала-решала. В общем, у меня на математику с утра ушло часа 3-4. Ну, 3,5-4 даже, я бы так сказала. И сейчас у меня съемки. Как я сказала, также успела погулять немножко. Ну, чисто так, с собакой прогуляться, покушать. Поэтому, да, сейчас съемки. И потом снова поеду гулять с собакой. Но уже долго так. Мы с ним быстренько вышли. Хочу сказать всем большое спасибо за просмотр этого видео. И всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok